Выравнивание и распределение объектов. Для выравнивания и распределения нам понадобится панель Align. Window, Align, Shift F7, выравнивание, отделяю панель. Не забываем, если слева от названия присутствуют стрелки, это значит, что у панели несколько режимов просмотра. Нам в основном понадобится первая строка этой панели. Это выравнивание объектов. Align Objects, выравнивание объектов. Я нарисую несколько объектов и попробую их выравнить разными способами. Способы выравнивания мы выбираем в нижнем правом углу. Выделяем, конечно, объекты. Align to, выровнять как. И по умолчанию выровнять просто выделенные объекты. Align to Selection. Выровнять просто выделенные объекты. Этот режим. И после выбора способа я просто обращаюсь к этим кнопкам в первой строке, в первом ряду. Левостороннее выравнивание. По центру вертикальному, по правому краю, по верхнему краю, по центру горизонтальному и по нижнему краю. Объекты в этом случае между собой выравниваются. Но, обратите внимание, если вы какой-то объект поставили в нужное место, если даже вы выбрали какие-то координаты на панели Transform, очень важно сохранить эти координаты. Очень важно, чтобы при выравнивании объект никуда не перемещался. Чтобы объект сохранить в своих координатах, мы его сделаем ключевым дополнительным щелчком. То есть, шаг А я выделяю объекты, шаг В я делаю щелчок по ключевому объекту, который не должен перемещаться, и шаг С я выбираю любую функцию в первой строке этой панели. Ключевой объект не перемещается, он на своем месте. Кстати, когда я сделала такой дополнительный клик по синему объекту, Align 2, выравнивание по галочку переместил тоже автоматически. Эту галочку мы не включаем, она включается сама при дополнительном щелчке по ключевому объекту. И третий способ выравнивания, это уже я сама включу, это выравнивание по монтажной области. Align 2, арт-борд по монтажной области. Если выбрать левостороннее выравнивание, объекты и между собой будут выравнены по левым краям, и они будут выравнены по левому краю страницы. По центру, по правому краю, по верхнему и так далее. Допустим, я хочу сейчас нарисовать снеговика и хочу поставить этого снеговика ровно в центр страницы. Три окружности, не желтых, конечно. Я сейчас выберу другую заливку, пусть будет такая градиентная. Я хочу снеговика поставить ровно в центр страницы. То есть я способ выбираю Align 2, арт-борд по монтажной области. Что в центр страницы поставить? Сначала я обращаюсь ко второй кнопке, затем к пятой. Но одно но. Снеговик либо растаял, либо это вид сверху. Чтобы этого не происходило, мы элементы снеговика обязательно должны сгруппировать. Группа, как один объект, подчиняется этим функциям выравнивания. Точно так же мы можем поставить макет, любой макет, и визитные карточки, и самоклеющиеся этикетки, и наклейки. Выровнять, выделить, обязательно сгруппировать, и третьим способом выровнять по центру. Конечно, основная функция здесь первая строка. Но есть еще строчки, еще ряды на этой панели. Давайте о них тоже поговорим. Второй ряд, вторая строка. Равномерное распределение между границами. Допустим, между верхними границами этих трех объектов одинаковые интервалы. Или между левыми границами этих объектов одинаковые интервалы. Вторая строка распределяет одинаково, с одинаковым интервалом между границами. Верхними, центральными, нижними, левыми и так далее. Но очень часто вам понадобится третья строка. Уже интервал не между границами, а между объектами. Интервал или распределение по вертикали с заданным значением. Или распределение по горизонтали тоже с заданным значением. Я хочу по вертикали задать между этими объектами, допустим, ровно 12 мм. Но поле для ввода значения неактивно. Чтобы поле стало активным, вы выполняете следующие шаги. Шаг А. Выделяете объекты. Шаг В. Делаете дополнительный щелчок по одному из этих объектов. Шаг С. Набираете нужное значение. И шаг Д. Уже распределяете должным образом. То есть эта очередность очень важна. Иначе поле не станет активным. Выделяем. Щелчок. Задаем значение. Даже ноль я сейчас задам. И в конце распределяем. Все то же самое по вертикали можно делать. Пожалуйста, нарисую несколько эллипсов с разными обводками. И заливками. Пожалуйста. И захочу сначала выровнять. Я их выравниваю в первой строке. Затем, думаю, задать бы интервал между ними, допустим, на 2 мм. Щелчок по одному из них. Значение задаю. И на сей раз распределяю уже по горизонтали. Это очень удобно. И это абсолютно точно работает. Пользуйтесь этой панелью.